В юго-западной Турции на берегу Эгейского моря раскинулся город Измир. Невдалеке отсюда, за пустынными холмами, археологи ведут раскопки одного из самых блестящих городов античной древности – Эфеса. Перед глазами туристов вновь оживает античная красота. Таким был храм Артемида Эфесской более двух тысяч лет тому назад. В глубине храма высела статуя Артемиды, богини Луны, покровительница охотников и скотоводов, защитница всего живого. За 350 лет до нашей эры храм Артемиды был сожжен Геростратом, чистолюбцем, который хотел этим увековечить свое имя. Но слава Герострата звучит с тех пор, как позорная слава. Живут предания, хотя и разрушены эти залы. Здесь была библиотека. По мраморным ступеням поднимались ученые-мужи, граждане Эфеса, каменным нишам, где хранились рукописи. И кто знает, может быть, именно здесь рождались в жарких спорах жизнеутверждающие идеи великого диалектика древности Гераклита Эфесского. Остатки колонн немые свидетели былого великолепия. Можно подумать, что здесь был дворец, но нет. Это всего лишь руины древнего рынка Агары. На рыночной площади заключали торговые сделки. Здесь же происходили народные собрания, оглашались и законы. В глубокой древности здесь бурлила жизнь. Великолепие Агары свидетельствует о былом богатстве Эфеса. Об уровне культуры этого города можно судить также по руинам Эфесского театра. На каменных сидениях свободно размещалось 24 тысячи зрителей. Прекрасно была оборудована сцена. От театра начиналась главная городская магистраль Аркадиана. Эту улицу император Византии Аркадий украсил передами колон прекрасными статуями. В конце Аркадианы сохранились остатки ворот. Тяжелые створы оставили глубокие следы в камне. Неизгладимые черты прошлого всегда волнуют. В ста километрах от Эфеса находился другой античный город Пергам. По пути в Пергам руины Асклепеяна знаменитой лечебницы древности. На воротах Асклепеяна была надпись «Именем богов смерти вход воспрещен». Лечебница имела свой театр, но здесь он служил не только для развлечения. Если сидевшие на этих рядах забывали о своих болезнях хотя бы на время, то это считалось уже началом успешного лечения. Широко применялись и водные процедуры. Для этого сооружали лечебные ванны ванны. Люди верили, что вода священного колодца навсегда избавляет от всех болезней, возвращает молодость. Большое значение придавалось внушению. Больные шли по подземным коридорам. Из отверстий, замаскированных в камне, слышались таинственные голоса. Языки немых заговорят, глаза слепых начнут видеть, исцелятся легкие, не будет болеть печень. Так лечились многие, даже римские императоры. Если верить легендам, они действительно выздоравливали. Но более вероятно, что им помогали целебные травы, которыми лечил здесь в храме Телесфора известный врач и ученый Гален, гражданин Пергама. Среди руин Пергама сохранились стены Акрополя Бергамской крепости. За этими стенами в глубоких подземельях по преданиям хранились сокровища Александра Македонского. Под надежной защитой Акрополя шла в городе мирная жизнь. В Пергаме были прекрасные здания гимнасии, где занимались спортом и взрослые, и дети. В библиотеке Пергама хранилось более двухсот тысяч рукописей. От имени города произошло и название Пергамента. Пергаме конечно был и свой театр, несколько менее вместительный, чем в Эфесе, но зато самый высокий в мире. На сцене ставили трагедии Эсхила, Софокла, Эврипида, комедии Аристафана. Благодаря огромным нишам резонаторам каждый звук был слышен повсюду, сверху донизу. Даже по руинам можно представить себе многогранную жизнь Пергама. На этом троне восседали правители Пергамского царства. Искусные зодчие строили цистерны, откуда жители Пергама получали воду. Она шла в эти водоемы с гор по трубам. Резчики по мрамору, художники, скульпторы украшали родной город своими произведениями, увековечившими так называемую Пергамскую школу искусства. До сих пор волнуют нас эти скульптурные портреты людей, живших более двух тысяч лет тому назад. Грандиозная скульптурная композиция алтаря Зевса показывает жестокую битву богов с гигантами сынами земли, но мифологический сюжет использован только для прославления побед Бергамского царства. Об этом и говорят и внушительные размеры скульптурного пояса алтаря 120 метров в длину. По памятникам искусства, остаткам архитектуры ученые воссоздают картину древней столицы Пергамского царства. Такой представляется она исследователем античного мира.